Здорово, Бля! С миром, Игнатий Тихонович! Рад вас приветствовать! Спасибо, Христос! Как-то вы так быстро-то вышли? Ну, у меня сейчас время. У нас сегодня в 6 часов занятия по изучению Священного Писания в 6. Так что я сейчас сижу, готовлюсь, есть время. Ну и заодно была пауза, просмотрел ролик. Ну и вот, вы сказали, выходи, смотрю, время есть, почему не выйти. Вас что-то сильно освещает там? Освещает? Да, сильно освещает. Я сейчас попробую повернуть. Вы в тумане находитесь где-то. У меня хорошее освещение, да? Нормально. В сторону от окна попробую. Так, так тоже светло? Тоже, да? Еще хуже стало. Вот так маленько хоть видать, где уши, где голова. Понятно. Вот. Я посмотрел ролик, Владимир Тихонович, я, к сожалению, не знаю, как. Зовут брата... Василий. Василий, да. Вот он описывал симптомы, и я неоднократно с такими симптомами сталкивался среди знакомых людей. Безусловно, причина, она, в принципе, духовна. То есть, возможно, Господь побуждает чему-то. Но есть еще, скажем так, медицинское объяснение этому. И оно тоже достаточно простое. Это не болезнь. Это некое психологическое состояние. Оно называется вегетососудистая дистония. Вот таким страшным словом. И, к слову сказать, один близкий батюшку, у него тоже такое было. Вот я знаю батюшку, у него такое же было. Вот страх смерти, там сердце, скорая. Обследуют хоть в космос. А вот такое состояние есть. Вот. Это, если объяснить проще, это реакция органов на некое психологическое состояние, испуг и так далее. Точно так же, как если человек чего-то испугался, у него начинает биться сердце, давление подниматься и так далее. И, видимо, какое-то событие запустило вот этот механизм в действие. И оно периодически проходит. Оно действительно очень неприятное, некомфортное, но оно совершенно спокойно уходит. Особенно я вот разговаривал с психологами. Она сказала интересную вещь. Вот кто попадает... Она сама практикующая, психотерапевт даже, психотерапевт. Говорит, кто попадает ко мне с такими диагнозами, особенно, говорят, религиозные люди, они вот излечиваются вот от этого недуга достаточно быстро. Быстрее, чем все остальные. Поэтому, с одной стороны, брату можно порекомендовать по поводу того, что вы сказали. Это самое важное, безусловно, это покаяние, страх Божий. А, помимо прочего, почитать, не ходя никуда, ни к врачам, ни лекарства никакие не принимая. О том, что такое вегетососудистая дистония. И одно это, ну, мне кажется, вот на таком чисто физическом уровне, оно его успокоит. И вкупе с молитвой, с покаянием, достаточно быстро позволит выйти ему из этого состояния, если Господь позволит. Вопрос, а надо ли выходить из этого состояния? Поэтому я и говорил, если будет на то воля Боги. Так, а второе? Вот иногда говорят у человека, неладно там с сердцем что-то, и надо сделать так, чтобы освободить его от таких внешних влияний, не сообщать ему какие-то там переживания, и тогда у него будет нормально. Потом, я считаю, уже там выступает очень важный человек, говорит, этим никогда никого не спасали. Наоборот, человек закаляется через это. Вот вначале он приходит, он боится там на фронте хоть где. Один, два, три прошел это, говорит, боевое крещение, и далее он уже мало бывает и в атаку кого-то поднимает. А первое время он вжимался в землю и не знает. Так что здесь все в Боге. Ему эту дистонию, никто это слово не знал, зачем я его буду путать. Я определенно говорю, страх Божий на первом месте, страх. Это хорошее явление. Если страха нет, как Игнатий Бричинов говорит, начни сначала, у тебя ничего не было. Вот как сектанты все, любовь к Богу, любовь, любить. Я говорю, а ты испытал себя, что как Пимен говорит, ум держи в ааде? Нет. Златоуст говорит, все время говори о гиене, чтобы не попасть туда. Бойся этого. Тогда тебя не потянет на такие грехи, когда никто не видит тебя. Потому что Бог все зрящие, Он все это видит, все ведущие. Вот это я Ему и сказал. Если у тебя есть этот страх, это тебя Бог подгоняет. Этот страх начнется скрадываться. Когда ты живешь во Христе, и ты понимаешь, это естественно. И вот Серахов 41 глава, это общий приговор. И зачем ты восстаешь против воли Божией? Никак. Вот сейчас много, прям переполненный пир, я посмотрел. Там подорвали этого Моторолу в Донецкой Республике. Арсен Павлов. Ну и говорят те, другие там, то другое. Но это боевик был. Самый настоящий боевик. Но если его смерть и покушение на него вам не нравится, а как же Джохара Дудаева убили? Я не говорю про Шамиля, про разбойника, про Хаттаба. А Джохар Дудаев, вы же ему звание генеральское присвоили. К нему не прислушались. А это оттяпали часть страны у другой. Мы не хотим самопровозглашенное, так и называется, сами провозгласили. У нас сейчас каждая жена сама себя провозглашает отдельным государством. Детей забрала и ушла. Потому что закон на ее стороне. А здесь и закона на их стороне нет. Официальные войска еще Россия не вводила. Мы должны к этому относиться не с двойным стандартом. Да, вот я в биографии сегодня целый день разных-разных считаю. Первую жену оставил. Ради чего? Ни слова не говорят. А с этой, с этой он нажил двух детей. Ну да. Там, как он, Мирослава и Макар. Ребенку две недели. На которых ты-то убивал. Он убивал. Убивал в чеченской двух компаниях, участвовал. Но у него места живого нету без крови. И он маленький ростом совсем. Я вот посмотрю, как он это скривляется, так вот лицо делает. И когда беседует, у меня буквально ни одной фотографии не вызвало такой положительной реакции. Как будто бы вот какой-то с дороги с большой зашел человек и хозяйничает в чужом доме. Вот он допрашивает, которые ему представляют, предъявляют там. Это прямо там очевидцы. Ну, на одного шесть человек уже говорят. А там было пленное. Правила ведения войны не разрешают убивать пленных. Он подошел, его сразу застрелил. А потом, говорит, по телефону. Он, правда, стал отрицать. Говорит, это скомпоновали. Я сам. Да пошли вы на. И показывает. Хэ. И туда и прочее. Я 15 сразу расстрелял. А такие были. Такие в каждой армии есть. У него ничего за плечами нет, кроме убийства, убийства. Курит. Матерится. И друг в церкви стоит. Она полураздетая. Я могу показать даже эти снимки. Но я сегодня с утра сижу. Там. Сколько я могу сказать. Ну, больше ста роликов. Больше ста отзывов. О нем. Где. И. Ну, если бы он был где-то рядом. До смерти. Ну, как вот музычка там. Сашка Билый. Там можно было побеседовать. Сейчас еще, говорит. Он умер. Умер. Жалко ей. Конечно, жалко. Пошел без покаяния. Ни одной секунды ему не было дано. Где-то там к тросу прилепили они. Самозарядное устройство. Ну, и дали там сигнал. Он только зашел. Как узнали, когда он зашел. Главная сила. Из-за того, что закрыл дверь. Иногда бы. Счастье как-то. Как он Гитлер-то был. Окна были открыты. Не в помещении, где думали взрыв-то сделать. А в летнем было. И сила взрыва разошлась на стены. На потолок. Все вылетело. А когда бетонный был бы бункер. Погибли все до одного. Там деваться некуда. Так этот в этой камере. В листе поднимался. И главное. Трехдневный траур. Как будто бы президент какой умер. Трехдневный траур. У него никакого военного образования нет. У полковник. Полковник это большое звание. Это последнее перед генералом. И что он сделал-то? А он участвовал там-то, там-то. То есть убийство. У него ничего кроме убийства в жизни не было. А теперь эти говорят. Собаки. Собачья смерть там. А мы вам отомстим. Теперь уже в круговую пошло. Ну и уже там кто у них избран. Глава республики. Мы все равно найдем. Мы убьем. Не поживется. Там уже начинают подряд всех офицеров. Кому-то это выгодно было его убить. Он так и так приговоренный был. Почему? Божья правда. Божья правда такая. Взявший меч от меча погибнет. Он брал пленных. Пойдешь в плен. Это нерушимый. Это приговор. Вот я на это смотрю. И что нужно? Страх Божий. У него его совершенно не было. Страх человеческий всегда есть. А Божьего нету. Божьего. Как после смерти не попасть в гиенну? Только бы душеньку не погубить. Весь мир приобретешь. Душе повредишь. И он весь в орденах. И вот показывает он. Ну ниже всех на голову. Такой маленький ростом. Откуда взялся. Приехал. И я услышал. Там русских убивают. Я понял. Мое место там. Ну это его выбор. Но. Вы то верующие. Зачем прилепляетесь? Ему Бог совершенно не нужен. Нет. Уже в церкви. Там поп стоит. Кадилом машет. Меня вот это только. Что он герой. Дали это их дело. Меня это не касается. Что он там расстрелил. Не расстрелил. Не об этом речь. Но нет ни одного факта в жизни. Что он христианин. Прилепились церковники. Там уже царство небесное. И он теперь у царя небесного. Там вроде. Уже все прям видят. И все. Уже канонизировать будут. Не знаю. Ошалели попы совершенно. Совершенно. Ну вот какой страх. Вот про этот то. Я вот ему дал один совет. Что это хорошее дело. И сживать его не надо. Но оно будет по другому выглядеть. Да я приговоренный. Да я умру. Когда не знаю. И мы молитву считаем вечером. Все мне. Смерть предстоит. Смерть предлежит. Гроб предлежит. Смерть предстоит. Мы считаем. Ежедневно. Ложуйся. Яков. Гроб. Смерть. Господь говорит. Стань спящей. Это мы. Ложимся спать. Мы умираем. Утром как бы воскресаем. То есть все время. И бояться тут. Бояться надо. Но как. Павел говорит. Желаю разрешиться быть со Христом. Что не сравненно лучше. Я не знаю что избрать. Для вас полезнее чтобы я с вами был. Буду отвечать. Буду рассказывать вам. Но Бог знает как меня вывести. И Бог довел его. Что отрубили голову. Льготы. Это льготы. Фашистские эти преступники. Там Геринг. Все просили. Заменить повешение. Что маршалов не вешают. Не вешают. А расстрел. Но всем отказали. Ни одному не удовлетворили. Это попутно я все это говорю. Но. Речь идет об ролике. Где. Человек вот такой страх. И там врачи. Я знаю. При мне врачи исследовали. Людей. Подобных. Ничего у них нету. Ничего. Я говорю это внутренне. Я их знаю. У них это внутри. Они не должны. Никогда. Завидовать. Не. Не завидуй. Никогда. Не осуждать. Они везде. Все это. Тот погиб. Тот погиб. Везде. Не ревновать. То есть. Таких вот. Вопросов то. Нигде нельзя тебе нарушать. Слово данное тобою. А теперь сказал. Они так. Там с той стороны. Атакующие идут. И у него все время вот так. Живи мирно. Двери распахнутые. Я считал. Викторий Гегло. Говорит. Дверь врача. Не должна. Запираться. А вот. И рядом. Говорит. А дверь священника. Должна быть всегда открыта. Ну. Не буквально. Но мы должны понимать. Это. Так вот. Дистония. Такая. Замечательно. Да. Это действительно. Значит. Такая. Еще один вопрос. Попутно. Верно ли будет. Как. Избавиться от страха человеческого. И приобрести страх Божий. Это возможно сделать только посредством покаяния. Ну. Тут разум нужен. Разум. Ты должен слышать. Что говорят учителя. В первую очередь. Святая Библия. Страх человеческий. А почему? Охраняет его. Он вместе с охранником там был убит. Вот. Его телохранитель был рядом. Я. Сразу же обоих. Мгновенно убило. Он стоял по центру. А там где-то они. Как трос идет. К тросу прикрепили. Этот. Взрывное устройство. Ну. Никак тебя не охранишь. Вот. В Даллас приехал. Джон Кеннеди. Полторы тысячи охранников. Полторы тысячи. Ни один не помог. Забегали. Закрутились. Там все уже было. Лиосваль где будет сидеть. Там все уже обдумано было. Не сохранить. Никак. Вот. Сели в самолет. Самолет разбился. Пахтакор никогда уже не прилетит на соревнования. А как нужно было? Богу довериться. В первую очередь эта игра не нужна никому. Зачем вы? Они не работают. Им квартиры дают. Машины. Ну. Футболисты там другие. Это. Просто все к месту надо сказать то. Никак. Ответить. Никак. Бог дал жизнь. Не знаю. Другой. Женщина. Мужчина. Здоровая. Крепкая. Спортивная. И она абортов не делала. Нет детей. И все. Пишут мне. Помолитесь. Вот мы так хотим. Уже прожили пять лет. И оба такие хорошие. Не пьем. Не курим. Муж такой. Там деньги такие хорошие. Зарабатывает. На физической работе. Любим друг друга. Детей нету. И мне таких звонков ни один, ни два были. Близкие люди. Я их не могу исследовать этих людей. Вот у одних я был на свадьбе. Я рассказывал об этом. Мне. Ну пригласили. После бракососочетания. Верующие оба. И у него брат тут сидит. У жениха. Ну деньги то собирает. Он тогда берет два щелка. Красный и синий щелок. И вот. Кто в красный. Положит деньги. Это те кто за сына. Кто в синий. За дочь. Кто первый родится. Я так кахнул. Да разве от щелка зависит. Это же Бог дает. Ну. Свадьба тут и проще. Я уже не стал мешаться. Уже десять лет. Ни у того ни у другого нету детей. Ох как Бог сделал. А оба из многодетной семьи. Там могло быть по десять-пятнадцать детей. Ни одного нет. Ни у того ни другого. Бог сразу пересушил русло. Это. Притом людей я знаю. Они мне потом просят. Звонят. Помолитесь. Я говорю. Я не знаю. Но такое событие вы помните. И поэтому. Я не могу просить вам детей. Я могу просить чтобы ваша совесть пробудилась. Все. А остальные. Которые там. Сыновья. Братовья там. Дочери. У всех детей много. А у этих двух как отрезало сразу. В тот же день. Вот штука то какая. Поэтому. Когда просят. Что там было впереди. Кто его знает. Как правило. То то аборт. То что то. Бывает ничего нету. Я не знаю вашу жизнь. Вы сами исследуйте. И поблагодарите Бога. Написано. За все благодарите. За то что дети есть. И за то что нет. За то что жизнь твоя. За сто лет завалила. И такая что тридцать три года. Может быть не доживешь. Благодарить за все. За радости. За скорби. За болезни. За здоровье. Вот. Язык не поворачивается. Только говори. Слава тебе Господь. У меня три дня болел. Неделю назад. Плечи вот. Совсем никак. Так. Я только. Охота. Чтоб здорово то было. Господи. Благодарю. Переносимо. Ну не могу спать. Помазали там. Уснул. Все. Больше ни разу не дался. Ни одной таблетки опять не съел. Противостою этому. Потому что Бог этим напоминает. Ну неудобно что я ночь не сплю. Маюсь. Не дает нигде. Но днем то охота поработать. И поэтому охота прикорнуть. И Бог сразу все снял. Опять ничего нету. Рука шевелится. Она не дает до конца. Но она не болит. Я сижу нормально. И в любом вопросе так смотреть. Угодно ли это Бог. Вам дети нужны. Зачем. Ну давай конкретно. Зачем. Объясни. Ну под старость допоить. Докормить. Я не знаю. Допоят они тебя и докормят. Или утопят. Ты откуда знаешь что допоят и докормят. И докуда ты будешь жить. Да не заботьтесь о завтрашнем дне. А подумай об этом. Павел говорит. Разве не имеем власти иметь сестру жену. Почему не имеем то. Я ей там называют там. Хорошо. Сколько у него детей было. Я родил вас во Христе Иисусе. Все. Допоят и докормят. И никакой у тебя нужды не будет. И ты свою жизнь не обиходишь. Я вот знаю. У меня на работе один был. Он только одно просил. Вот вроде помолился. Чтобы я. Чтобы сына его убил кто-нибудь. А один за бутылкой пошел стрела. Кран. Где. Чтобы достать бутылку. Кто-то ему. Пройдешь туда. Бутылку дадим. Он дошел разворачивался. Начал. Ветер дул сильный. И он упал и разбился. А второй каждый день. Говорит. Меня бьет. Я фамилию все его знаю. Кто бы убил моего сына. Поэтому не радуйся множеству детей. Лучше один. Говорит. Соблюдающий западе. Чем 10 тысяч нарушающих. Все таки большая разница. Ну и в любом вопросе. Доверься Богу. Как себя охранить? Никак невозможно. Но ты должен двери запирать. Замок иметь. Где много рук вешать. Замок написано. Остерегайся людей. Лишнего не вводи. У меня приезжают. Вот сколько бывает издалека. Издалека люди. Я не выхожу на встречу дальше. Кто-нибудь выйдет. Скажет и не приму. А почему? А я помолился уже. Вот. Император то уже. Здесь его помазали. Император над Россией то. Михаил из дома Романовых то. Георгий. Приехал. Говорит. Сюда. На встречу. Я не вышел. Вот этот монах. Там с невзором. Все время. Встречается. Баранов что ли. Фамилия его. Михаил. Он тоже был. Звонил здесь. Был здесь. В Барнауле то. Я не пошел на встречу. А зачем? А зачем? Ты был монах. Ты нарушил слово перед Богом. Собирай только компромат на патриархию. Почему ты правду ищи? А сразу идет к тем, которые недовольны. А ты ищи там, где довольны или недовольны, но поистине живут. Которые желают патриархии стать другой. Чтобы не было там все это. Бизнес. А это нет. Что говорят. Там где-то кого-то не пустили. Священник взял. Он ходит везде и собирает. Я уже знаю его настрой. Не надо. Просто ты компрометируешь сам себя этим. Богу надо довериться. Вот сегодня мне позвонили там с одного места. Сын находится в другом городе. И за кого-то поручился. А тот взял деньги. А телефон дал родителей. И сейчас того нету. С этого взять еще нечего. А они бомбят по этому телефону. Там, говорит, отец почернел буквально от горя. А я знаю всех их. Знаю. Сын. Ну никакой он совсем. Неверующий. Выпит там. Хулиганит и прочее. Ну просто нехороший. Из-за кого он мог ручиться. Когда Библия говорит не поручайся. Возьми постель из под него. А что делать? Я говорю. У меня было такое. Только молиться. Я сразу отвечаю. Становимся на молитву. Будешь молиться? Буду. Становимся. Больше не звонят. То ли им перестали звонить. То ли еще. Господь такую нахлобучку даст. Что забудут звонить. А может выйдут на меня. Я им расскажу о Боге. Я не могу ничего сказать. Я ничего не знаю. Я знаю. Бог. И что бы мне ни сказали. По какой отрасли. По которой я вообще ничего не соображаю. Я знаю. Бог мой знает. Он знает. Надо ли. Вот я определенно знаю. Надо. Прямо надо. Но концовка мне сокрыта. Я говорю. Господи. Как тебе угодно. Поехал человек. Просит. Уже в самолете сидит. Господи. Да будет воля Твоя. Он нам нужен этот человек. Сохрани его в пути. Он над океаном летит. Ну пока ни одной аварии не было. Но в конце добавляю. С сожалением. С таким. А если будет несчастье. Я уже заранее приготавливаюсь. Как я летел. Когда из Америки. А мне там предложили компьютер. Этот. Виктор Потапов. Там. Арсений. Архимандрид. Подарил. Двенадцатого златоуста. Что взять. Только одну можно взять. Это. Я взял и в багаж не сдал. А сидел и держал. Вот так. Думаю. Сейчас над океаном то упаду. Если так. И найдут меня. Я обнимаю чемодан со златоустом. Дурь конечно. Но там вылетит из рук. Не удерживаешь. И в любом вопросе. Знания. Надмевают. Говорят. А любовь назидает. Знания нужны. Да. Нужны. Я их не отрицаю. Но. В данном случае. Он не поймет даже. О чем ему говорим. Я направляю то что есть. В нужное русло. Ему страх не надо. Он так дрожит весь. Вот теперь. Мне главное. Это страх то у него есть. Он не хохочет. Он не циник. Он очень расположен ко мне. Я ему теперь говорю. Страх это хорошо. Да. Вы видите когда. Да. Тебе не надо об этом молиться. Только в нужное место направь его. Чтобы не попасть в гиену. А для этого будь другом Богу. Помни Христа. Я иду самым простым царским путем. Я не знаю. Развилка. Я доверяюсь Богу. Я иду. Глаза завязаны. А он мне ноги переставляет куда надо. Понятно. Спасибо Христос. Игорь Николаевич. У меня еще вопрос. Сегодня такая разношерстная тематическая. Подожди. Ты меня не совсем хорошо слышал тут. Ну-ка еще раз повтори. Еще два у меня вопроса. Два. Два. Вот. Они такие разношерстные. Первый вопрос. Вот вы заговорили. Как раз я хотел его задать. Вы заговорили там. Про задрожал. Мы вот как раз разбираем. Ветхий Завет начали. Книгу Бытия. И вот 4.15. Говорится о знамении, которые Бог отметил Каина. И вот мы рассуждали на занятиях вообще, что это за знамение. Потому что Ефрем Сирин, он это обходит. Честно говоря, я не так знаю святых отцов, как вы. Может быть вы что-то поясните. Вот в этом вопросе стали все думать, что это за знамение. Как оно вообще могло вот так проявить. Юрий, православным-то думать не надо. Им надо принимать готовое, что уже думали святые отцы. Да, да. Вот. А святые отцы сказали, что это дрожание, страх. Вот человек, совершивший убийство, Соломон говорит, будет бегать до самой смерти. Вот со мной стоит рядом человек, я его не знаю еще. Я гляжу, идет милиционер, а я его знаю очень хорошо. Хороший такой, крепкий, спортивный. Я гляну на свое, вот и гляжу, а у него лицо меняется. Я говорю, это мне знакомый, ко мне идет, еще то испугался. А потом только можно узнать. Он такое дело сделал, он дрожит. А я увижу милиционера здоровые, я себя во каждом отделе вел занятия. Они меня все знают, из машины приветствуют. Начальник краевого отдела, генерал приехал в Потеряевку. Краевого управления. Вальков Владимир Алексеевич. И никакой беды не было. Вот я сколько с милицией это знаю и работал, у них во всех отделах вел. Мне милиционеры никакой пакости не сделали. Нынче полиция приезжала только и все. Дорогой было, к нам приставал один там какой-то наркоман видать. Мы его засняли. Но он привел когда там в свою, где у них главный пункт-то. А тот посмотрел, что куда мы едем, там с книгами, там документ. Он сразу ему сказал, отпусти их. И все. Вот так. Просто и понятно. Он дрожал. У него дрожание рук. А вот это знамение Бог это дал. С какого момента, я говорю, у тебя это началось? Да вот с того момента, когда... Ну, есть люди, которые как бы не боятся. Ну, как говорят, блефуют. Но на самом деле у него внутри совсем по-другому. Он знать не знаю. Только увидел и у него сразу меняется. Все. А что ты? Ты уже отбыл срок. Вот поэтому нужно вернуться. Вот как этот главный генерал-лейтенант у них был. Вольф в штазе работал в Германии. И когда демократически это соединилось. А он главный. Это лучшая разведка в Европе была. Ну, ему везде там поиски. Его привезти он не надо. Я сам приеду. Я себя не мыслю без Германии. Он был в Чили. В России обратно. Как Хонеккерта. Нигде не было. А этого приняли. Да. Начали судить. И даже судьи-то уже были западно-германские. Они говорят, да это государство такое было. Ну, ему сколько-то там дали. И так он вышел. И теперь все у него нормально. Там за 80 лет уже. Ненормально то, что он такой был человек. И жен менял там 2-3 раза. При живых женах-то. Я как с позиции христианина меряю это. А за что ему было награды давать? У него везде были свои люди внедренные. У канцлера Германии западной внедрил человек. Он 15 что ли лет там подходил к нему. Ой, наконец. И когда обнаружили, он ушел, тайны все открыл. Тому пришлось подать в отставку. За немногое шло. И что, учил лгать. Жизнь-то какая была. Его лица никто не знал где. Он признашел своих учителей советских. У него уже начали учиться. Ну, немец природный, умница. Я просто говорю. Не одобряя, конечно, ничего. Но он вернулся на родину. Как Солженицын. Как ты считаешь? Если бы грозила смерть, другое дело. Я вот сижу, так я дома буду. Не надо дрожать за это. Ну, у тебя была сила и грех совершить? Ответь. Вот надо уметь себя назвать. А то я покаялся. Покаялся. Почему ты об этом не говоришь? Павел говорит, я гнал церковь. Он не боится говорить, что он в крови весь. Ты-то еще зажался. Ну, было такое. Ну, было, было. Так ты и скажи. Почему разбойник говорит, мы перед причастием считаем, я-ка разбойника поменею. Что? Мы получили достойно по делам нашим. А какие наши? Ну, разбойник раз ты. Твои дела поняты. Это революционеры были. По делам нашим. Убийство. Это главное. А раз где убийство, как у Сталина, там и грабеж был, банки грабили. Мы достойно получили. И ты, если каешься, не бойся сказать. Первые христиане каялись открыто. Тайной исповеди не было. Только тайна была, я говорил, только одна тайна. Когда жена изменила мужу, и нельзя открыть, чтобы муж ее не убил. Больше нет никаких тайн. Одна. И то у женщины. И это уж не так и сейчас случается. Бывает, что она ему скажет, примирились и опять ходят вместе. Если такое случилось. Я знаю. У меня было такое. Вот такая штука. Это печать. Дрожание членов. Я это считал у епископа Вестариона. Там у других святых. Одинаково все толкуют. Вот как дам знамение, какое радуга. Все. Почему она? Что это означает? Ну это означает, если так сказать, потоком сплошным, когда идет, солнце закрыли точь, а радуги нету. А именно вот когда там собака бывает из воды вылезет, отряхается овечка. И кружок вокруг нее уже. Ты вот так зажми шланг, да увидишь, радуга готова вокруг твоей бочки. Поближе к микрофону. Ага. Давай еще. Одна душа. Осталась. Будут ли проходить вот такие скайп занятия, которые ведет Сергей Кубков, и будете ли вы участвовать, она желала присоединиться, если таковые будут в этом году? Уже идут они. Сегодня как раз и будут. Только надо, что в песенном виде к Сергею написал, чтобы он принял. Сами не давите скайп. Иначе если он вас примет, тогда все потерялись заново. Первое занятие сорвано было кем-то. И ему напишите, прими меня, больше ничего не надо. Понятно. И прошу принять меня в Красноярск. Ну, назовись там и проще. Я участвую все время. Сейчас занятие, полчаса, вопросы-ответы. По нашему, по Красноярскому времени, Барнаульскому одинаковому. Четыре часа. В шесть часов. В шесть вечера. В шесть вечера, да? Да. Так, скажу. Это Сергею в скайп написать предварительно, да? Сергею Кубкову в скайп предварительно написать. Да. А вы его найдите в скайпе, Сергей Пупков. Вы видите, там он в красной рубашке, что ли, красная. И ему напишите, примите меня, я жду занятия. Ну, и напиши там в Красноярске или как. Когда зайдешь, а в следующий раз ты уже легко будешь. Оно у тебя отметится там и проще. Так что сегодня, как раз в среду-пятницу занятия. В среду-пятницу. В два часа по московскому времени. Ну, по-нашему шесть. Шесть. Ага. Ну, у нас шесть свои тут занятия начинаются. Я вот сейчас уже готовлюсь и пойду. Ну, там тут другая душа спрашивала. Она хотела поучаствовать. Сестра, сестра близкая. Вот я ей передам. Так вы участвуете. Сами заходите. Хотя... Хорошо, но просто... Ну, ну. Да, потому что тогда, получается, если вторник... Так, вторник. Надо посмотреть по времени. Потому что в пятницу не получается на свои занятия. А во вторник, в принципе, можно, наверное... В среду-пятницу, постные дни. У нас занятия в среду и пятницу. Сейчас я говорю по первому посланию Иоанна. По облаженному эфилакту. Ну, бывает иногда какое-то встрянет. Там он Сергея так попускает еще и начинает, помаленьку, кажется, бузу заводить. Ну, недолго его и закрыть. Бывает такое. Надо по делу говорить, а не то, что я вот так привык, мне так. Да мы зачем пришли за этим слушать, как ты привык? Ты скажи, четко ясно, да и нет. А что сверх, то от лукавого. А ничего не знает. Живет, как мирской человек, а начинает бузу устраивать. Понятно. Спасибо, Христос Игнатий Игоревич. Слава Христу. Еще что? Все. Наслаждаюсь, смотрю новые ролики. Вижу брата Владимира. Поклон. Мы все выставляем в интернет. Не против? Я не возражаю. То есть я на будущее не буду даже спрашивать. Хорошо? Аминь. Мы так близко знакомы, что... Если даже я упустил, ничего не значит. Ну вот, значит, сегодня. У меня тут накопились такие... А то я сижу целыми днями дома, кроме скайп-бесед, то ничего и нету. Да. А то потеряю. Там видите, как обширно. То одно, то дети, то... Вчера взял, полез я в интернет там посмотреть, зарядил Роспотребнадзор лагерь. У-у-у, там такие данные. Я сегодня утром в событиях дня отметил это... Какие они штрафы, там в Красноярском крае, везде все миллионы, за миллионы, за миллионы. Ну это на все лагеря. 80, кажется, 8% лагерей готовы к закрытию. То есть это какая-то враждебная акция против детей. С кого брать-то, с детей? Я теперь ужесточить еще. То есть там 40, сегодня требуем норм, а будет 140, по всей вероятности так. Но я-то образно говорю. Но нигде нет того, что у нас было. Везде все, значит, все разобрали, там детей посадили, они в жару сидят, не пить, ничего не дают в машине. У меня ни к одному ребенку не прикоснулись. И все интересно, как они бегут, там гроза сверкает, бегут в ночь. И главное, 27 июля запрос, чтобы приостановить деятельность лагеря на 90 дней. А на 9 дней раньше, 18 июля, я его расформировал и уже не было. То есть нас никто не закрывал. Вообще этого не было. И поэтому нам их требования совершенно не нужны. Нужно жить, как мы живем, а не на одних пилюльках жить. А вот то надо, другое, ничего этого не надо. Человек сам по себе аптека. Вот у тебя, я говорю, трещины есть на руках? В ухе возьми там, пока рул-пай, варом этим замажь, все, никогда не болит. А обжегся, сопли. Соплями помашь и вообще в шкуру не слазит. Я тебе конкретно покажу, рана любая. Отойди в сторону, таурина твоя, пописи на ней, никогда не будет заражения. У нас человек, это ходящая аптека. В нем Бог все создал так, чтобы... Сегодня не могу я. Вот, бывает, ну, горе, стресс какой, слезы. Почему женщина и дольше живет, и прочее. Она слезами, она гасит этот стресс. А мужчина все себе переживает. А ты не бойся сказать, не бойся поплакать. Сын умер, плащешь, а здесь нет. Дальше смотри. Павел говорит, не пристану в слезах. Почему он не боялся плакать? Он не боялся? И Давида все обощают постель мою слезами моими. Давиду ли плакать было? Воин, бесстрашный. Он плакал. Ну, вот так. Благодарю, что зашли. Сердечно благодарю за мудренность. Спаси, Христос. Ну, отца Геннадия, увейте, подойдите. Благословитесь и поцелуете за меня его. Ну, подожуй, если пробьешься, у него там такая толпа хрена. Ну, а постарайся пять раз. Еще объяви прямо, скажи, я пришел по поручению. Он всегда в наших молитвах. Это подарок был Божий для нас, для православия, что он пришел. Подарок Божий. И при том, пришел-то, у нас простой разговор по Библии, все это записано на пленку было, на катушку, и все теперь выставлено, ну, в моих книгах есть определенно. Определенные вопросы, ответы, но он очень честный. Неповрежденный вином и блудом. С ним легко было разговаривать. Он из благочестивой немецкой семьи. Благочестивый. Он это подчеркивает. Я этого не мог сказать, потому что у меня отец выпивал и матерился. Мать, конечно, другое дело. С Богом! С Богом! Спасибо, Христос! Слава Христу!